В конце 2018 года в общественную палату поступило обращение от настоятеля храма Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенного в Павловской Слободе. За 25 лет его работы церковь, известная с позднего Средневековья и порушенная в советские годы, отреставрирована за счет пожертвований и личных усилий настоятеля. Но проблемы остались. Если вернуться там на 25 лет назад, то мы бы увидели вокруг храма помойки, грязь, людей таких перекошенных, к сожалению. Все это было. Сейчас храм вот как свечечка, он сияет своей красотой, он освещает вот это пространство. Все, любой храм. Он требует к себе достойного отношения. Нельзя его закрывать какими-то постройками несуразными, рекламой. Общественная палата провела мониторинг ситуации по обращению настоятеля и подтвердила нарушения. Красоту храма невозможно разглядеть с улицы. Со всех сторон пейзаж перекрывают рекламные щиты. Согласно 73-му федеральному закону, около каждого объекта культурного наследия, федерального, регионального или местного значения, существуют защитные зоны. Они составляют 100 метров. В их границах невозможно размещение объектов, которые ухудшают визуальное восприятие памятника истории и культуры. То же самое касается зон охраны объектов, когда они утверждаются вместо защитных. Здесь также не соблюдаются нормы и технические регламенты по размещению этих рекламных конструкций. Они находятся на недопустимом расстоянии относительно остановок общественного транспорта. Перекрывают не только бассейн видимости объекта культурного наследия, но и находятся в непосредственной близости от дорожных знаков, светофоров. Интересы предпринимателей не должны идти в разрез с нормами и правилами благоустройства. К сожалению, данная проблема актуальна в городском округе Истра и в целом по Подмосковью. Например, еще один объект культурного наследия федерального значения – усадьба Голохвастовых XVIII века, расположенная в поселке Пионерский. На этом участке зон охраны объекта культурного наследия охраняется природный ландшафт. Запрещено устанавливать объекты, которые нарушают видовые панорамы. А ближе к усадьбе нельзя размещать высотные наземные инженерные сооружения, в данном случае две вышки сотовой связи. Могу привести пример из жизни объекта культурного наследия Владимирской области. Там, ввиду выдающейся туристической привлекательности объекта культурного наследия федерального значения, храма Покрова на Нерли, из бассейна его видимости была перенесена путем демонтажа и монтажа на новом месте линия электропередач. Вероятно, все нарушения были допущены еще на этапе формирования схемы установки рекламных конструкций. Но у любой проблемы есть решение. Нужно менять схему и при внесении изменений в схему размещения рекламной конструкции, нужно на начальном этапе проверять, насколько это место соответствует многим критериям. Это критерий не только соответствует нормам охраны объекта культурного наследия, это и соответствует техническому регламенту конструкции, это и соответствует нормам безопасности дорожного движения. Результаты мониторинга общественной палаты были направлены в администрацию городского округа Истра, которая впоследствии должна реализовать собственную проверку. В случае подтверждения нарушений владельцам рекламных конструкций будут выданы предписания. Если в течение месяца не будет произведен демонтаж, такое же предписание выпишут владельцу земельного участка. В случае несоблюдения вопрос будет решаться в судебном порядке. В зонах охраны объектов культурного наследия находится более 20 рекламных конструкций, установленных с нарушениями. Алена Кудырько, Михаил Моралов, Истра РФ.